Здесь я по приглашению губернатора Тверской области получаю медаль Суворова государственную награду. Почему, как считаете, она достается именно вам сегодня? Ну, это опять же виднее руководству, почему она посчитала нужным представить меня к этой награде, потому что служим мы не за награды, выполняем честно свой долг. И по совокупности заслуг, я так думаю, те или иные военнослужащие каждый раз отмечаются соответствующими наградами. Сегодня эта награда нашла меня, скажем так. Ее вручают в преддверии Дня защитника Отечества. Это день всех российских мужчин. Кто такие настоящие мужчины для вас? Как их можно характеризовать? Ну, настоящие мужчины, если проводить параллель с Днем защитника Отечества, это те, которые готовы это Отечество защищать. Да, то есть мы говорим, что День защитника, он поэтому и назван, что это праздник именно тех людей, которые готовы встать на защиту своей Родины, невзирая ни на свое благополучие, ни на какие-то семейные связи и так далее и тому подобное. То есть это день именно самоотверженных людей, патриотов, людей, которые по-настоящему любят свою Родину. Есть такое выражение, ни служил, ни мужик. Как к нему относитесь? Ну, вы знаете, мне сложно сказать, как-то, наверное, толерантно отреагировать на эту фразу, да, потому что мы воспитывались все в Советском Союзе и выбирали эту профессию осознанно. Осознанно то, что происходит сейчас, но это на совести каждого. Как считаете, нужно стараться и рваться отслужить срочную военную службу? Стараться, да. Потому что, как бы то ни было, как, может быть, некоторые говорят, что это бездарно потерянный год службы, на самом деле ничего потерянного нет. Военная служба прививает дисциплину, уверенность в себе, способность преодолевать трудности. И молодой человек, отслужив этот год, он становится совершенно другим. И, наверное, приближается как раз вот к тому качеству, мужскому качеству, который и подразумевает День защитника Отечества. Спасибо.